Славься Бог Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 9 августа Святая Православная Церковь празднует память преподобного Германа Аляскинского. В настоящей беседе мы поговорим об этом выдающемся миссионере. В студии магистр богословия, протеерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий! Добрый день, отец Павел! Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о том, каким было происхождение преподобного Германа. Преподобный Герман Аляскинский был купеческого происхождения, и это довольно примечательно, потому что в целом, в то время, когда он жил, это вторая половина XVIII, начало XIX века, имело место сословная замкнутость в Российской империи, и духовенство, это тоже было достаточно замкнутое сословие. То есть и войти в него, и выйти из него было не так просто. Но вот как раз мы имеем в данном случае пример того, как человек, который был из купеческого сословия, точно так же, как и Серафим Саровский, он стал не просто служителем церкви, не просто монашествующим, а именно святым и одним из великих святых, которыми вправе гордиться русское православие. Так вот, в миру, предположительно, преподобного Германа Аляскинского звали Герасим Иванович Зырянов. А почему предположительно? Потому что точных сведений, документов, которые бы подтвердили именно происхождение его из города Серпухова, именно из купеческого сословия, и так, чтобы это было совершенно подтверждено официально, мы до сих пор не имеем. То есть то, что он был из Серпухова, это достоверно. То, что у него сестра была впоследствии монахиней в Сретенского монастыря в Москве, это тоже известно. А вот именно какие были его точные имя, фамилии и отчества, здесь есть некоторые сомнения. Но, во всяком случае, это не настолько принципиально для нас. Более важно это то, как складывался его духовный путь. И вот здесь у нас уже достаточно ясная картина. Но что касается именно его родителей и других родственников, здесь все-таки сведения достаточно скудные и ограниченные. А с чего начался монашеский путь преподобного Германа? Преподобный Герман изначально, как существует опять же одна из версий, он проникся желанием принять монашество уже в детстве. И будучи совсем юношей, около 16 лет ему было, он отправился в Саровский монастырь для того, чтобы там научиться монашескому деланию. Там он пробыл около 4 лет, однако же, в отличие от преподобного Серафима Саровского, он там не закрепился. Но если у преподобного Серафима было прямое благословение от Инока до Сефея идти именно туда и там подвязаться, и он всю жизнь там и прожил, то в данном случае мы можем предположить, что будущий преподобный Герман Аляскинский, он просто по зову своего сердца, может быть, по каким-то советам людей знакомых, искал, где будет место наиболее близкое ему по духу, чтобы он мог там остаться и подвязаться ради Христа. И вот очевидно, по каким-то причинам там он не смог закрепиться, и после этого он оказывается в Свято-Троицкой, Сергиевой, Приморской пустыне, на берегу Финского залива, недалеко от Петербурга. Сейчас это вообще в черте города Петербурга, стрельня бывшая. И вот именно там он уже более серьезно закрепляется, и есть предположение, что там он и принял монашеский постриг. Пять лет пробыл он в Сергиевой пустыне, однако же и здесь он не остался навсегда. Предоставилась возможность ему со временем перебраться в другое место, именно на Валаамский остров, в Валаамский монастырь, и он этой возможностью воспользовался. А что его побудило вот к этой перемене места подвижничества? Ну, мне думается, что не только для преподобного Германа, и для нас с вами, и вообще для всякого члена Русской Православной Церкви, для чада нашей Церкви Валаам – это совершенно особое название, это совершенно особое место, и любой паломник, который хотя бы раз в жизни посещал Валаамский монастырь, он может засвидетельствовать, что это абсолютно какое-то уникальное место, в котором, я думаю, что очень многие монахи желали бы подвизаться, если бы у них для этого были возможности. Но, опять же, это место для подвижничества, строго говоря. То есть, тот, кто хочет порвать связи с миром, кто хочет подвизаться ради Христа, и не имеет никаких мирских привязанностей, вот для них это как раз идеальное место. И вот от обратного мы можем судить, что как раз это и были намерения преподобного Германа при принятии монашества. То есть, он не строил никаких карьерных планов, и мы в дальнейшем еще не раз убедимся, что он всячески отказывался от любых каких-то преимуществ, от любого карьерного роста. Он хотел именно подвизаться ради Христа, он хотел пустынного буквально уединения. Ну и кроме того, здесь еще совпало чисто такое личное, можно сказать, обстоятельство, то, что как раз в этот момент, когда туда переезжает преподобный Герман Аляскинский на Волам, это было возрождение Воламской обители, предпринятое митрополитом Гаврилом Петербургским, который вот именно с целью возродить эту обитель в прежней славе, отправил туда Игумена Назария из Царовской обители. И Игумен Назарий, причем это знаменитый Игумен в истории Воламского монастыря, который отметился там и храмостроительством, и многими другими весьма значительными событиями, но он, самое главное, установил Царовский устав в Воламском монастыре. И поскольку Игумен Назарий знал еще по Царовской обители, молодого тогда еще послушника Герасима, то он принял его с радостью в своем монастыре и был его личным духовником, не просто начальником, а духовным руководителем. И мне кажется, что вот это, наверное, был решающий фактор вообще в жизни преподобного Германа, почему он стал таким святым, почему он является теперь исторической личностью, именно вот это определяющее влияние знаменитого Игумена Назария. Скажите, а чем еще были замечательные годы, проведенные преподобным Германом на Воламе? Помимо того, что это были годы духовного роста и возмужаний, это были еще и годы, когда преподобный Герман набрался жизненного опыта, в том числе и хозяйственного, потому что этот человек, при том, что он от природы отличался очень большими способностями, но я бы сказал, что его способности больше имели практическую направленность, нежели какие-то теоретические изыскания интересовали его. И вот именно на Воламе он нес самые различные послушания, в том числе его отправляли в каменоломни, там, где добывался камень для строительства Воламской обители, и он наблюдал за тем, чтобы там все шло по порядку, чтобы вовремя рабочие получали пищу, зарплату. И вот это все впоследствии необыкновенным образом пригодилось ему в его дальнейших миссионерских трудах уже на американском континенте. Так что вот это все, я думаю, было просто промыслительно так устроено, что для преподобного Германа Аляскинского Волам стал настоящей школой жизни во всех лучших смыслах этого слова. Скажите, каким образом Воламский инок попадает в Америку? Это, конечно, я бы сказал, какое-то чудо Божие, потому что в целом эту связь провести было бы очень трудно, и вообще такие явления в истории не так часто случаются. Но вот именно была такая инициатива со стороны правительства, которое было поддержано и нашей церковью, о том, чтобы вот эти новые территории, которые как раз тогда осваивались, Аляска и прилегающие острова, чтобы они именно как-то были включены в поле русской культуры, чтобы вот этот русский мир расширился даже и на американский континент. И совершенно очевидно, что это было немыслимо сделать без влияния православной церкви. И вот поэтому была организована русская духовная миссия, которая вначале была весьма немногочисленной, но как раз занимался организацией этой миссии тот же самый митрополит Петербургский Гаврил, который уже был нами упомянут именно в контексте возрождения Воламской обители. И он обратился к Игумену Назарь как к опытному, знающему человеку, чтобы тот собрал тех людей, которые могли бы понести это время миссионерского служения в совершенно незнакомой и дальней местности. И что интересно, Игумен Назарь некоторых членов этой миссии назначил, а вот что касается преподобного Германа Аляскинского, то он вызвался сам. То есть его абсолютно никто не заставлял, даже не было никакого давления, принуждения, даже не было просьбы. То есть он сам просто вызвался, чтобы его направили туда. Вот в этом мы можем уже, наверное, видеть какое-то божественное указание. Потому что в целом мы рассматриваем как бы внешнюю конву жизни преподобного Германа, но надо иметь в виду, что у него постоянно в жизни имели место мистические явления. И неоднократно бывало так, что он вообще был чудесным образом спасаем, вот в частности у него еще в период его послушничества была очень тяжелая болезнь горла, когда он чуть не умер. И ему в видении явилась Божья Матерь, которая его исцелила полностью, мгновенно. И у него на шее остался только маленький след от этой опухоли, который напоминал ему об этом божественном чуде. Так вот и здесь, я думаю, хотя это нигде точно не отмечено, что, конечно, это был просто особый какой-то зов свыше, обращенный к преподобному Герману, и он уже знал точно, что ему нужно отправиться туда, что это именно его призвание, которое он должен выполнить. Как могло случиться, что простой монах, каким был преподобный Герман, возглавил русскую духовную миссию в Америке? Это тоже очень интересный вопрос, потому что мы уже об этом говорили. Преподобный Герман всю жизнь всячески избегал разного рода амбиций, связанных с карьерным ростом. Он поставил себе целью служить Господу Иисусу Христу и Его Святой Церкви. Поэтому, когда ему в свое время предлагали, ему лично митрополит Гавриил Петербургский, предлагал архимандритство и должность начальника русской духовной миссии в Пекине, в Китае. И он отклонил это предложение, сказал, что это не для него, что он не хочет быть начальником, что у него совсем другие идеалы. И здесь, когда он оказался вот именно в составе миссии, причем эта миссия перебиралась из Петербурга на место своего служения около года, в то время были такие транспортные средства, которые требовали очень длительного времени для передвижения. И вот когда они там оказались, то он был как раз одним из самых младших членов миссии. У него не было вообще священного сана. Он никогда не принял священного сана, он до конца своих дней оставался простым монахом. И потому, конечно, было вообще невозможно предположить, что этот простой монах вдруг будет возглавлять эту миссию. Но получалось так, что шли годы, и жизнь все расставляла на свои места. Потому что архимандрит Иосаф, который изначально был поставлен именно главой этой миссии, он был отозван в России для того, чтобы принять рукоположение в сам епископа. То есть Святейший Синод решил поднять значение русской духовной миссии на острове Кадьяк, на острове Еловом впоследствии, вот в целом в этой области, в Аляске. И для того, чтобы это сделать, то нужно было начать указать более высокий священный сан. Но на обратном пути епископ Иосаф утонул. И все, кто его сопровождали, тоже погибли вместе с ним. И след их был потерян безвозвратно. И таким образом понятно, что было не так просто найти другого человека, который мог бы адекватно его заменить. И в конце концов в Петербурге решили, что местные оставшиеся члены миссии должны между собой решить, кто же из них дальше будет вести это дело духовной миссии. И вот опять же, даже среди оставшихся долгое время преподобный Герман оставался как бы на вторых ролях. Он, грубо говоря, был завхозом русской духовной миссии. То есть он не занимался катехизацией, он не занимался вообще вопросами вероучения. Он больше заботился о том, чтобы были сыты, одеты, накормлены, прежде всего, члены миссии и те, кого они окормляли, те, кого они принимали в лоно церкви. Но постепенно, даже занимаясь этим своим основным делом, он настолько сумел привлечь к себе сердца многих людей и показать свой ум и опытность и осведомленность, что ему было предложено просто возглавить эту миссию, потому что не было более достойного кандидата. Тем более, что человек, который мог бы еще как-то с этой должностью справиться, отец Гедеон, он просто сам вернулся, написал прошение, вернулся в Россию и уже скончался там. И вот таким образом оказалось, что Господь своего избранника постепенно возводил на вот это служение, которое ему было даровано именно свыше, а не по его каким-то устремлениям. Отец Дмитрий, можно предположить, что миссионерское служение в Аляске – дело очень непростое. Скажите, с какими трудностями столкнулся преподобный Герман Аляскинский? Трудности были разного рода. Во-первых, это совершенно необычный климат. Это совсем другая пища. Долгое время, когда члены миссии прибыли на остров Кодьяк, их кормили только вяленой рыбой. Хлеба не хватало, и никаких других продуктов, ни овощей, ни фруктов, ничего там не было. И вот они вяленой рыбой питались почти исключительно. Это, конечно, было тяжело пережить непривычному человеку. Кроме того, географические особенности этой местности – то, что они много плавали между островами. То есть это и все-таки морская болезнь, это и опасности, сопряженные с перемещениями, потому что некоторые члены миссии, мы уже упомянули, они погибли именно при морских путешествиях. Но это все было еще не самым тяжелым, потому что главным препятствием к исполнению миссионерского служения преподобным Германом был человеческий фактор, который состоял в том, что русские рабочие, которые по найму нанимались в эту российско-американскую кампанию, они вели совершенно аморальный образ жизни и подавали отрицательный пример местным жителям. И для этих местных жителей, кадьякцев, алиутов, аборигенов этой местности, этих островов, это было странное противоречие, когда миссионеры православные рассказывали им о том, каков идеал в жизни христианина, и при этом они видели русских людей, которые все были крещены с детства, были, казалось бы, должны быть как раз реальным воплощением этого христианского идеала, и видели полную безнравственность, распущенность, пьянство, разврат и прочие пороки. Самые грубые опровержения. Да, и это было очень большим соблазном. И вот несмотря на это, вот даже несмотря на то, что это все постоянно имело место, причем бывали столь странные казусы, вот когда миссия такая прибыла на остров Кадьяк, то Александр Баранов, это как раз был глава этой российско-американской кампании, он распорядился Архимандриту и Асафу ко главе миссии выделить отдельную комнату. А всех остальных монахов валаамских поместили для жительства в тот самый барак, где жили рабочие со своими наложницами. Причем некоторые рабочие имели не по одной наложнице. Обладая определенными материальными ресурсами, они просто предлагали вот эти вот материальные блага дочерям местных жителей, и не все могли устоять. И вот эта проблема, она решалась непросто, то есть были многие конфликтные ситуации. И вообще как-то удивительно, как преподобный Герман смог найти общий язык с этим человеком Александром Барановым, который отличался вообще буйством нрава, необузданными такими вот амбициями и весьма порой непредсказуемыми поступками. И Архимандриту и Асафу было очень тяжело с ним общаться. А вот преподобный Герман как-то под конец все-таки нашел с ним общий язык, но все равно ему приходилось очень много претерпевать, потому что вот эта вот жизнь наших соотечественников на Алиутских островах, на Аляске, в то время она была предметом очень и очень большого соблазна для местных американцев. Скажите, какими были миссионерские методы преподобного Германа? Это были очень мудрые и правильные методы, которые были продиктованы самой жизнью. Надо сказать, что купец Шелихов, это очень крупный купец и бизнесмен, говоря современным языком, который и основал вообще российско-американскую компанию, он изначально, приглашая эту русскую духовную миссию на территории, которую сам он в то время осваивал, он преследовал эти цели, чтобы монахи занимались не только духовным деланием, но и практическим, и работой с населением. И они действительно этим занимались. В частности, преподобный Герман Аляскинский основал школу, в которой он сам учил детей грамоте, он основал приют для детей и сирот. Это было особенно актуально в периоды эпидемии, которые буквально тысячами убивали местных жителей, лекарств не хватало, врачей тем более. И это все было порой жуткое зрелище. Об этом писал впоследствии один из соратников преподобного Германа, когда люди буквально умирали на глазах, и невозможно было ничем им помочь. И вот только словом буквально, утешение, назидание и молитвой веры можно было как-то отодвинуть от людей вот это тяжкое отчаяние, которое многих постигало в тот период. Поэтому преподобный Герман занимался именно этим. То есть мы можем сказать с уверенностью, что у него главная часть его служения, это было служение социальное. То есть он занимался именно тем, как помочь людям выживать в таких тяжелых обстоятельствах, как их просвещать не только светом веры, но и светом знания. И все, что сам он знал, он старался передать, прежде всего, детям, которые очень его сильно любили, местные жители. Ну и тем людям, взрослым, которые к нему тянулись. Вот этот приют, который он основал, потом же эти люди взрослели, эти девушки, которые были в приюте, взрослели, он основал хор из них. То есть они постоянно чувствовали, что они могут чем-то служить Господу. Вот они пели в храме, они были включены в этот процесс богослужения, и, разумеется, для них уже членство в русской церкви не было формальностью, это для них было жизненным делом. Расскажите, пожалуйста, про личностные особенности преподобного Германа Аляскинского. О некоторых мы уже упомянули, то, что преподобный Герман был человеком очень умным, практичным, опытным, но вместе с тем, и это главное, все-таки заперечисленные выше черты характера к лику святых не причисляют. Преподобный Герман был человеком очень глубокой и напряженной духовной жизни. То есть он всегда стремился именно к отшельничеству, он очень много молился, он был очень суровым аскетом, то есть никаких потребностей в комфорте, в уюте никто за ним никогда не замечал. И более того, он достиг настоящей святости уже при жизни. Это было заметно и в его общении с людьми, которые не раз замечали за ним случай совершенно ясной прозорливости. И даже животные, они к нему относились как к совершенно святому человеку. Были случаи, когда видели люди, как он кормил диких медведей, и они не управляли никакой агрессии. Птицы слетались буквально тучами для того, чтобы увидеть его, тем более, что он их иногда подкармливал рыбой, которую сам ловил. И еще был такой интересный момент. Был зверек-горностай, который жил у него буквально недалеко от дома, которого он кормил с руки. А горностай – это животное очень пугливое и скрытное. Так что, когда люди видели, что горностай выходит к преподобному Герману, это было настоящим чудом. Особенно для тех охотников, которые знали повадки этого животного. И был еще бык, который служил преподобному Герману Аляскинскому, который очень любил преподобного Германа. И преподобный в завещании просил сразу после моей смерти, а он назвал точный день своей смерти, «Убейте этого быка». Он уже отслужил свое. Но братья забыло это исполнить, потому что были заняты тем, как устроить похороны преподобного. И бык от тоски, от того, что он понял, что преподобный Герман умер, скончался, он разогнался, ударился головой об дерево и из духа. Совершенно удивительные события, связанные с животными. Скажите, а каковы плоды евангельской проповеди преподобного Германа Аляскинского на американском континенте? Эти плоды очень многообразны. То есть, самый непосредственный плод его миссионерских трудов это, наверное, не просто тысячи, а десятки тысяч людей, которые пришли к православной вере, которые приняли таинство святого крещения, которые стали членами нашей церкви православной. Вот это уже, то есть, фактически, он спас десятки тысяч людей, привел их к познанию истины. Ну и более того, все-таки преподобный Герман, он является без преувеличения небесным покровителем Америки. И его многие православные американцы именно таковым и считают. Потому что если у нас, вот у матери церкви, множество святых, великих святых, то Америка – это вообще секулярная страна. И там святых не так уж много вообще было связано с ее историей, протяжении истории Соединенных Штатов. Поэтому для них преподобный Герман Аляскинский – это настоящий покровитель страны, континента. И ему до сих пор молятся очень многие православные люди. Как вы считаете, существует ли преемственность между трудами преподобного Германа Аляскинска и современным положением русского православия в Америке? Несомненно, преемственность существует. Потому что один хотя бы факт, который мы можем вспомнить, это то, что в 1963 году было основано братство преподобного Германа Аляскинского. В Соединенных Штатах Америки, в частности, в Сан-Франциско, два человека, весьма теперь известных, а тогда их никто не знал. Это был Глеб Подмашенский и Юджин Роуз. Они основали это братство. Ну и, как мы знаем, отец Серафим Роуз – это один из самых известных вообще православных миссионеров второй половины XX века. Это историческая личность, можно сказать, уже без преувеличения, который очень много сделал для того, чтобы состоялось возрождение православия не только на американском континенте, а и у нас, в России, в Украине, в других странах СНГ. То есть, они понимали, что для того, чтобы найти какой-то духовный ориентир, какой-то идеал, к которому могли бы стремиться люди, которые пойдут за ними, нужно найти знаковую какую-то личность. И этой личностью оказался именно преподобный Герман Аляскинский. И я бы сказал, что это не только идейное основание, ведь мы всегда должны помнить о том, что в церкви, как в духовном, в мистическом организме Христовом, есть еще огромная глубина именно скрытой духовной жизни. То есть, я веду к тому, что именно молитвами преподобного Германа Аляскинского труды и Серафима Роуза, и отца Германа Подмашенского, который принял постриг в честь преподобного Германа Аляскинского, они имели столь огромный, ошеломляющий успех. Это все не случайно, это все промыслительно. Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы переходим к нашей следующей рубрике. Этот праздник пришел к нам из-за моря, Стамбул, город мечети и мусульман. Но это сегодня, когда-то он назывался иначе Константинополь и был центром православной Византийской империи. По сей день здесь сохранились древнейшие христианские святыни. Одна из них – храм Святой Софии, построенная еще в VI веке. Съемки внутри храма запрещены и производились впервые телевизионной группой из России. Сегодня храм превращен в музей. Его посещают туристы со всех стран мира. На его стенах вы видите щиты с надписями из Корана. Такой уж обычай в Турции утверждать преимущество своей мусульманской веры над другими, пусть даже это касается святым давно попранных. Возможно, что здесь, в алтарной части храма, хранился животворящий крест Господень, точнее, его половина. Известно, что крест, на котором был распят Христос, был найден в Иерусалиме византийской царицы Елены, разделена на две части, одну из которых Елена передала в Константинополь. В этот день в Константинополе крест Господень выносили на улицы города. Он отгонял болезни и очищал город. Эту уникальную мозаику древней Византии телевизионная группа также снимала впервые в монастыре Хариф, тоже чудом уцелевшем в Стамбуле. В извечных библейских сюжетах плачущая нежность к людям до первых веков христианства. В России праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня совпадает с днем крещения Руси, когда киевский князь Владимир принял крещение в реке и стал христианином. В этом день началась история русского православия. Редактор субтитров А.Семкин